Медицинские организации Республики предложили свои рабочие места на ярмарке вакансий, которая прошла сегодня в Сыктывкарском медколледже. Персоналом для работы подбирали 34 учреждения Сыктывкара, Ухтык, Нишпагозского, Прилузского, Усть-Вымского, Кайгородского, Сысельского районов. На медицинской ярмарке побывала и Анастасия Тюрнина. Ксения Курочкина из Скородума, недолго думая, подходит к представителям Усть-Куломской райбольницы. Вопросы у студентки конкретные. О вакансиях в Помозинской больнице. Девушка прошла там практику и решила, это место как раз для нее. Все люди свои, все коми, а знакомых много. Они всегда помогут. А в городе никого особо не знаю. Побаиваюсь оставаться здесь. В этом году в Сыктывкарском медицинском колледже завершают учебу 150 студентов. Специальности самые разные. Лечебное и сестринское дело, диагностика и фармация. В следующем году в учебном заведении вновь откроют отделение акушерства. Наберут более 300 студентов. В учебном заведении уверенно, прием необходимо увеличивать. С кадрами в отрасли не все хорошо. И такие ярмарки вакансий – большое подспорье для работодателей и студентов. Кадровая проблема именно среди медицинских сестер, конечно, очень ощущается. К нам регулярно обращаются в медицинское учреждение с просьбой помочь сориентироваться в то или иное лечебное учреждение. Но вот у них сегодня есть такая возможность самим пообщаться со студентами и самим поработать в этом смысле ориентации именно в свое лечебное учреждение. Сегодня больше всего специалистов среднего звена не хватает в глубинках. Ижимский район – один из самых отдаленных в коме. В деревне Картаель, скажем, нет медсестры и фельдшера скорой помощи. Такая же картина и в других селах. Хотя муниципалитет готов предоставить молодым специалистам социальные гарантии. В Картаельской больнице, в Мохчинской, в Красноборской участковой больнице район может предоставить служебное жилье. Но действует у нас, например, для ФАПовских медработников вот эта вот федеральная программа выплата 350 тысяч, единовременная выплата на обустройство молодого специалиста. Единственное же будет условие, что человек должен будет отработать не менее пяти лет на этом участке. Первая ярмарка медицинских вакансий – первое собеседование с работодателем, говорят организаторы. Студенты проявляют неподдельный интерес. Надо отметить, что студенты очень информированы, на сегодняшний день задают очень правильные вопросы. Не только о том, какая их ждет профессиональная жизнь, но также и общественная жизнь, социальные гарантии, которые будут предоставлять учреждения. Представители бюро медицинских вакансий региона и студенты с охотой обменялись контактами, чтобы снова встретиться позже, уже после того, как молодые специалисты получат дипломы.